Итак, открываем наше мероприятие. Мероприятие, например, у нас будет на полчасика, вряд ли больше, может чуть быстрее, может чуть дольше, посмотрим, какие будут вопросы, как мы это все будем обсуждать. У нас здесь, в принципе, открытое обсуждение, здесь не курс, можно легко задавать вопросы в любой момент времени, так что здесь проблем не должно быть. Я немножко представлюсь, меня зовут Денис Михайлов, я являюсь преподавателем учебного центра, преподаю много чего, то есть сертифицированный тренер Майкрософта, к сожалению, сертифицированным тренером Линукса не являюсь. Причина не потому, что не хочу, либо не могу, а причина потому, что невозможно в России сейчас это сдать, это можно сдать сейчас только в Европе, либо в Америке, в ближайшее время я в Европу или в Америку ехать не собираюсь. То есть, Линукс ушел со сдачи экзаменов из России не в разрезе текущих событий, это случилось уже очень давно, где-то в 2008, что ли, год, где-то так, они ушли из России с сдачи экзаменов по Линуксу, и сейчас это доступно только за рубежом, так что, в принципе, можно туда съездить, сдать, никаких проблем нет. Да и, в принципе, любые другие экзамены вы можете спокойненько сдавать, но только не на территории России. То есть, компания Персонву из территории России просто ушла, которая принимает экзамены у большинства IT-секторов, а выезд за Россию, Казахстан, Грузия, Европа, ну, конечно, съездите, там, Турция, это же самое, найдете любой учебный центр и можете спокойненько пойти и сдать там экзамен. Проблем у вас никаких не будет. Преподаю много технологий, Microsoft, Power Platform, сейчас всякие системы, ноу-коды, лоу-коды, сейчас уже больше российского образца, последние 5 лет как раз уже очень плотно занимаюсь Линуксом. Причина простая, изначально был специалистом Microsoft до мозга костей, а потом Microsoft развернулся в сторону Линукса с 2017 года, даже там, 16 года, даже так скажем. И вот, собственно говоря, Линукс стал второй базой для развития, ну, сейчас очень много в этом плане внедряем, как раз в том году даже мы сейчас парочку проектов внедрения разных там операционных систем, Родосе и Астролинукса. Программист немножко, ну, и, соответственно, бывший руководитель ушел с компании Softline Engineer, то есть в этом плане инженер-практик, умение вводить проекты и разные инфраструктуры айтишные знаю, так что, если что, если будет желание, спрашивайте. Так, соответственно, мы с вами поговорим, операционная система сегодня, что мы имеем, от чего мы пляшем. Ну, собственно говоря, первое, Microsoft, начнем с него чуть-чуть, соответственно, будущее без MS-а возможно, но оно возможно не сейчас. Все прекрасно понимаем, что у нас сейчас текущая инфраструктура, которая есть, неважно в каком бизнесе, госсектор, не госсектор, взять по щелчку пальцев, переехать с майкрософтских технологий, переехать с бизнес-процессов не может. Вот, года здесь тоже мало. Сейчас, конечно, стало получше, за последний год вливание в российскую экономику в разрезе IT стало значительно лучше, но если так немножко вспомнить, чуть-чуть буквально. Закон об импортозамещении вышел так чуть-чуть в 2008 году, ну так мало совсем, это 15 лет назад. За 15 лет сделано было очень мало, даже то же самое Astralinux. У нас обновление 1.7 вышло в 22 году, а до этого была версия 1.6, которая не обновлялась 3 года. Вот 3 года обновлений на нее не было, то есть как бы есть свой момент в этом плане. Так что пока полностью переехать не получится, поэтому отказ от операционной системы Майкрософта в корпоративном секторе возможен, но на это требуется время. И явно не один год, то есть если даже взять там какие-нибудь проекты в разрезе даже переезда с Майкрософта на Майкрософта, которые были, они длились годами, то есть не один день, там 2, 3, 4 года в некоторых случаях проекты длились. Надо смотреть, какие сервисы, разработка, объемы разработчиков. Сейчас, конечно, объем разработчиков требуется колоссальный, то есть эта профессия на ближайшие 5-10 лет будет востребованная. Вопрос только в том, что с ней будет дальше, конечно, в ближайшие 5 лет она в корне не должна измениться, потому что тот же самый OpenAI, ChatGPT, всякие технологии Яндекса, Майла, ВКонтакте с искусственным интеллектом, Майкрософтовский SOPILOT, который они в этом плане сейчас очень сильно продвигают, технологии NOCODE, всякие там Bubble, Glide и все остальные, безусловно, могут внести в это все дело довольно серьезные изменения. И здесь вопрос, кто быстрее в это все впрыгнет, кто быстрее в это все внедрит, так что сейчас посмотрим. У нас сейчас, получается, три основных игрока в мире, это Россия, даже так, скажем так, это Китай в первую очередь, потом Америка и потом Россия. Россия впрыгивает, у нас очень много интересных технологий, в этом плане мы с Китаем в некоторых вещах идем ноздря в ноздрю по цифровым технологиям, Европа, Америка очень сильно по ним отстают. Там, конечно, безусловно, в Америке есть много интересных вещей, но то же самое Microsoft и вот тот же самый Microsoft Office, отказаться от него пока, честно скажем, не на что. Если мы разговариваем про обычный вариант напечатать документ, сделать табличку, да, вопросов, безусловно, нет. Можно взять там MyOffice, R7, LibreOffice, не вопрос. Вот тот же самый MyOffice, сейчас там в интернете все кричат, что Rosatom купил 100 тысяч лицензий MyOffice, будет внедрять его. Rosatom купил 128 тысяч лицензий AnstraLinux, уже пересели на него. Да, безусловно, в некоторых секторах это можно сделать и как бы практически без крови. Но тут нужно понимать, что эти госсектора, они в первую очередь давно уже перешли на российские шрифты, то есть у них весь документ и оборот только на определенных шрифтах. И там есть NewRoman нельзя было использовать, Arial и другое. И они частично по шрифтам уже были готовы. MyOffice, R7, LibreOffice уже, похоже, приблизились по базовым функционалам к Microsoft Office. Так что здесь, в принципе, проблем-то и не было. Так что переезд будет, но нужно время на разработку, адаптацию, внедрение, не без этого. Так что про Microsoft мы не забываем. Плюс Microsoft сейчас за последние пять лет очень много сделал усилий в сторону Linux. И в сторону изменения Linux. За последние пять лет очень сильно подросло снова программирование на Microsoft, на C Sharp, потому что он стал кроссплатформенный. То есть у нас был .NET Framework, теперь .NET просто. Под капотом у него открываешь, а там .NET Core. А .NET Core это кроссплатформенная оболочка. То есть тот же самый PowerShell, например, на тех курсах, на которых я преподаю, я везде показываю PowerShell и что в нем можно сделать. Какие скрипты написать в Linux. Не в Windows, а именно в Linux. И в Linux Microsoft PowerShell дает довольно хорошее преимущество, в отличие от Basha, который в Linux встроенный. Потому что Basha у нас функциональный язык программирования, а PowerShell у нас объектно-ориентированный язык программирования. Немножко проще. Да, безусловно, там в PowerShell пока не все можно сделать, как в Индии, но в эту сторону Microsoft двигается семимильными шагами. Очень много всяких вещей делает. То же самое MS SQL, пожалуйста, под Linux есть. Docker нано-сервер под Linux есть. Так что есть, в нем плюсы. Ну и, естественно, госсектор будет стараться переходить на российское ПО. Соответственно, Linux. С российскими Linux, конечно, тоже обстоят дела не очень хорошо, но потому что все-таки Linux российский, это не Linux в чистом виде российский. Никто его с нуля не писал. Linux, как мы расшифровываем, Linux. Linux пришел от Unix, а Li пришел от Linux Torvalda. То есть, Linux назвали в честь Linux Torvalda, который является первоначальником этого разработчика. Сейчас он является спонсором и там рассказывает. И вот даже взять тот самый 22-й год, где Linux Torvalda выступал на конференциях, и у него спросили, когда Linux станет к десктопам. Он говорит, ближайшие 5-10 лет я этого даже не вижу. Потому что громаднейшее количество софта отсутствует. Тот софт, который есть, он не может, например, при определенных условиях жить в рамках одного компьютера. Вот возьмем ту же самую Redoze российского разработчика. Откройте инструкцию на сайте, где рассказывается, как внедрять программное обеспечение, ставить, и там прям четким будет по белому тексту красный такой блок вставлен, в котором будет написано, если вдруг какого-то софта для Linux вы не нашли в Redoze репозитории, обратитесь в техподдержку, мы эту заявку рассмотрим за какое-то количество времени, там не указано за какое, и может быть мы этот софт поставим у нас в репозитории. Альтернативные репозитории не ставьте. Альтернативные репозитории это бич Linux, гигантский, который мешает ему развиваться. Если так смотреть, то даже взять российский реестр, мы сейчас как раз тоже потихонечку будем двигаться в нашем направлении, вот взять российский реестр. Здесь у нас получается в общей сложности 28 операционных систем Linux. Alt Linux, Ulyanux BSD, Alt Server, Alt Образование, VTVR, Redoze, Astra Linux. В общем, списочек такой, немаленький, 28 штук, и они все между собой отличаются. Redoze идет от Red Hat, Astra Linux идет от Debian, вот тоже мы сейчас как раз это все тоже затронем, к чему мы, собственно говоря, к обучению и открытому дню мы идем потихонечку. Ну, нужно понимать, для чего мы это все делаем. То есть даже в российском варианте у нас Linux'ов и их основных ядер много, откуда они хватит, почти ответвлений каких. А эти ответвления между собой тоже отличаются, и придется это все изучать, смотреть. То есть вам не придется, вам не получится взять только Astra Linux и его только использовать. Не все пока реализовано. И когда будет все реализовано, но это явно не сейчас. В этом плане Linux Torvald выступая, сказал, что я надеюсь на компанию Steam, на компанию Valve, которая в ближайшие 10 лет, может быть, задаст новый тренд к разработке ПО на Linux'е. И, наконец-то, может, LinuxOid что-то сделает. Но нужно тоже понимать, что есть определенный софт. Это как раз гну лицензии, open source, как раз открытое программное обеспечение. Оно, к сожалению, в корпоративном секторе иногда используется. А то, что написано «не пойми кем, не пойми как, не пойми когда», и также может «не пойми когда» закончиться на обслуживание, на обновление, и многие компании, которые используют open source, потом становятся его заложником. А корпоративные среды тоже пока вот, то, что мы имеем, 28 операционных систем. Это тоже, по факту, заложники. Потому что возьмите тот же самый Microsoft, одна операционная система. Все. Возьмем тот же самый MacOS, одна операционная система. Возьмем Android, одна операционная система. А тут Linux. Этих вообще операционных систем в мире огромнейшее количество. Больше 200. Больше. И в российском варианте 28. Ну, там, конечно, можно срезать, потому что есть там альт-сервер, альт-что-нибудь еще. То есть, ну, хорошо, 15 даже, допустим, 15. Это все равно много. Ну, слава богу, два основных идут. Ну, как бы там так-то три. То есть там Ульяновск BSD, например, Astralinux, Rasa и Altlinux. Значит, у нас получается RedOS у нас от RedHat, Astralinux от Debian, Altlinux у нас от RedHat. В общем, можно вот так вот посмотреть, куда направляться. Миграция требует гораздо больших затрат ресурсов. То есть, все считали, что щелкнем и перейдем. Поверьте мне, не только Россия страдает импортозамещением. В Китае страдает, и сейчас у них Huawei, та же самая компания, набирает гигантский объем разработчиков на HarmonyOS. У них стоит задача переехать на местное ПО с Майкрософта. Хотя у Китая три дата-центра Майкрософта стоит. В России ни одного дата-центра Майкрософта нету. В Китае их три. И один дата-центр под госсектор, чтобы так было интересней. А два для общего пользования, но только китайского. Никто другой туда залезть вообще не может. Закрытая территория. Германия, например, в свое время, когда я работал в софт-лайне, Германия пыталась переехать на импортозамещение, на Linux. Год посидели, вернулись на Майкрософт. Оказалось, слишком дорого. И сейчас в этом плане Россия, Китай за счет гигантского обучения, как раз к чему мы подходим к нашей теме, это множество разных курсов, в том числе и специалистов на плане больших курсов предлагает, позволяет набрать как раз специалистов, которые сейчас востребованы. То есть Linux специалисты, они нужны. Единственная, конечно, беда, что они будут в этом плане все-таки middle, то есть даже не middle, скажем так, и в них получаются джуниоры. То есть они только пришли. Понимаете, обучение на курсе и практика – это немножко разные вещи. Теория красива. На курсах будем собирать там стенды, что-то делать, но это все равно теория. На практике все окажется немножко по-другому, немножко не так, немножко сложнее. Своя инфраструктура, свои бизнес-процессы, свое ПО, своя политика. В общем, везде все свое. И потихонечку из вас, кто придут на эти курсы, например, в этом же рамке специалистов, вырастут уже специалисты. Да, это будет не быстро. Это год, два, три обучения, практики, потом смена компаний, следующая компания, потому что в каждой компании свои бизнес-процессы. Когда я работал в софтлайне, за плечами более 100 проектов. Можно посчитать, что более 100 компаний сменил. То есть просто каждая компания, новые процессы, новая IT-инфраструктура, не похожая на предыдущую. Да, какие-то сервисы были похожи, там DHCP, DNS, Active Directory, АТС-ка похожа. Но внутри настройки свои, инфраструктура своя, бизнес-процессы свои, групповые политики свои и так далее. Linux, конечно, тоже немножко страдает тем, что централизованного управления по камням не сильно хватает, но я думаю, это вопрос времени. Опять же, 5-10 лет. То есть это не вопрос решить прямо здесь и сейчас. Масштабный прецедент, что я говорил. Linux Kernel Organization, занимающаяся разработкой ядра операционной системы Linux, Linux отказалась применять правки в код от российских разработчиков процессов Байкал Электроникс. То есть вот тоже проблемка, которую мы сейчас имеем. То есть все-таки санкции распространяются на всех, кого не выводят. Ну и, собственно, под Россию даже видим open-source сообщество, которое как бы говорит IT без границ. И создавалось оно как IT без границ. И Linus Torvald говорил, что мой Linux бесплатный для всех. И неважно, кто вы и где вы, но немножко не так все-таки. Это нужно тоже учитывать. И переезд с Microsoft, вообще на самом деле, и переезд с Intel и AMD процессоров, это был вопрос, скажем так, времени. Но помните, все недавно, года 3-4 назад, может чуть больше, был огромнейший прецедент, когда оказалось, что есть Backdoor в процессоре Intel и в процессоре AMD. Ну ладно бы в одном процессоре Backdoor еще можно было понять. Но в обоих сразу, понятно, это как бы заложенное программное такое средство. То есть в самом процессоре дыра. Пожалуйста, заходи, кто хочет. И пытались ее починить. Много там статей было. Где сейчас эти статьи по поводу починки? Ни одной нету. Все забыли, затерли. А как процессоры Intel ставили, как процессоры AMD ставили, так и ставим. Ничего в этом плане у нас не поменялось. Российский ООС, в принципе, их много. Видим как раз там Russian Fedora, ROSA, AstroLinux, Alt, RedoS, Zarya, ГосLinux, WS, Школьный Linux и так далее. Сейчас, по-своему, пользуется это AstroLinux, это RedoS популярностью, Alt, Linux, ROSA. Это чаще всего слышны. У специалиста есть сейчас, получается, два направления обучения. Первое обучение, оно просто общее. То есть там, мы как раз посмотрим весь список курсов, которые есть по общему обучению. Там учат как раз управлению Debian, управление Fedor, управление FreeBSD, управление Ubuntu. Но если брать в этом разрезе, они абсолютно похожи на AstroLinux. Debian и AstroLinux одно и то же, потому что AstroLinux вышел из Debian. RedoS вышел из RedHut, хотя он вышел из CentOS, но CentOS это RedHut, и потом все, что мы делаем в CentOS, тоже можно самое сделать в RedoS. Но единственное, немножко может поменяться, например, тот же самый пакетный менеджер. В CentOS еще есть YAM, то в RedoS 7.3 версии, только уже DNF. Но, в принципе, на DNF и так сейчас все переходят с точки зрения RedoS, потому что показалось им более правильное, более хорошее решение. Но, еще раз, Linux постоянно развивается. Все-таки Linux это больше была операционная система для разработчиков, в первую очередь, чем для системных администраторов. И очень много людей, которые продвигали его просто для себя. У них не стояла задачи сделать его централизованным. Сделать его как Microsoft Active Directory. Нет такого продукта. Но вот сейчас AstroLinux компания его создает. Пока не очень успешно, поэтому многие пытаются интегрировать Linux все-таки с Microsoft Active Directory. Это будет такой хороший вариант. Соответственно, поговорим, что нам предлагает учебный центр с точки зрения обучения. Соответственно, у нас первое, что есть, это определенный список общих курсов. Это у нас, получается, основы сетей. Первый курс считается. Потом первый курс основы администрирования системы, администрирования сервисов и сетей, обеспечения безопасности систем и сервисов и сетей. Потом интеграция с корпоративными решениями Microsoft, мониторинг на основе Zabbix, создание отказоустойчивых кластерных решений, мониторинг оборудования интеграции с решением Cisco. Но я думаю, что скоро появится еще седьмой просто мониторинг оборудования, потому что Cisco из России тоже ушло. Оборудование пока что еще осталось, но есть уже прецеденты в разрезе того же самого FortiGate, того же самого Cisco, что часть функций просто отключилась, потому что для их активации нужна была интеграция с клаудом того же самого Cisco, либо их сайтом, интеграция пропала, функционал отвалился. Сейчас переходит на LTL, то есть российского разработчика сетевого оборудования. Так что я думаю, сейчас или там Huawei, но с Huawei тоже не очень все хорошо. Так что я думаю, LTL на него все перейдет потихонечку, и здесь тоже у нас слово Cisco будет заменено на что-нибудь другое. У Zabbix сейчас тоже есть конкуренты. Ну, это как бы Zabbix-то не единственный вариант мониторинга. Также у нас Prometheus, тот же самый у нас есть сейчас Grafana, но это опять же open source. Российских средств мониторинга, таких, которые можно было бы использовать в центральном системе управления, ну, как бы вопрос спорный. Но вообще мониторинг – это вопрос очень риторический, с ним является так просто. Самый лучший вариант – это зонтичная система мониторинга. Каждая система мониторинга хороша по-своему. Одна для сети, вторая для такой-то системы, такая для такой-то системы, например, для мониторинга Microsoft и Tokars.com – это самый идеальный продукт для мониторинга MS. MS умеет мониторить MS. Zabbix идеален для Linux. Да, он умеет мониторить Microsoft. Да, пакеты там, в принципе, неплохие, но все равно. Итак, соответственно, есть вот эта программа. Можно их проходить самостоятельно, как хотите. То есть можно там первый, второй, третий, четвертый. То есть предполагается, что можно проходить последовательно. Сначала первый проходим. Но сначала, конечно, лучше пройти сеть управления сетями, там модель ISO изучить, понимание там сетевых протоколов, это все. Потом, соответственно, первый уровень, где мы изучим как раз такие вещи, как что такое Linux, как он ставится, что такое командная строка, какие есть текстовые редакторы, какие есть графические оболочки. Дальше, начиная со второго курса, это уже администрирование. Но без первого это не очень хорошо. Хотя вот тоже один момент очень интересный есть. Пред первым курсом, который Linux уровень первый, вы можете пройти курс на самом деле бесплатный. Есть у компании Linux Foundation LFS 101, он стоит вообще 0 рублей, и его рекомендация предварительно пройти, а потом идти уже на уровень первый. Тогда будет этот курс более проще вам проходить, понятнее, и можно тренера немножко помучать дополнительными вопросами, довольно интересными. Это курс со второго, это уже системный администратор, который будет уже там настраивать сетку, простаивать гейтвей, настраивать сервера, DNS и DHCP. Здесь уже появляется третий курс, это основа безопасности. То есть здесь мы изучаем, как обезопасить систему от внешних угроз и от внутренних угроз. Здесь интеграция с Майкрософтом. Еще раз, от Майкрософта пока мы не откажемся. Это не произойдет завтра и не послезавтра. Еще раз, два, три, четыре, может быть, пять лет. То есть вопрос, сколько найдут сейчас программистов. Программистов много уехало. Много и не уезжало, потому что они изначально работали на иностранной компании. Хороших программистов. Но сейчас много хороших программистов и освободилось. То есть Майкрософт уволил всех специалистов в России, и этих специалистов уже разобрали другие компании. Так что сейчас идет набор всяких разработчиков. Но нужно понимать, что тот тренд, который в интернете есть, мы вас научим программировать за две недели, это как бы не надо этому верить. Стать программистом – это определенный склад ума. Хочешь этого или не хочешь, любой человек стать программистом не может. Но если хотите – нужно. Потому что сейчас системный администратор и программист практически одно и то же уже. Потому что программировать на Пайтоне сейчас каждый должен системный администратор, программировать на баше – должен, и программировать на PowerShell – должен. Иначе он не сможет администрировать ничего. Потому что, например, если мы говорим про Linux, администрирование Linux – 99% это без GUI. Может быть, 1% в GUI. Может быть. Но по-хорошему, это вообще полностью консолька. Майкрософт, начиная с 19 сервера, чтобы вы тоже понимали, консолька. Графику Майкрософт с 19 сервера уничтожает очень быстрыми темпами. То есть Майкрософт тоже приходит на консольную систему. А это тот же самый баш, это тот же самый PowerShell. То есть там, например, тот же самый Майкрософтский экченж сервер, почтовый сервер. 60% задач делается только через PowerShell. Других вариантов нет вообще. Так что PowerShell – это все, что нужно знать. Поэтому здесь как раз тоже на первом модуле. Здесь вы изучаете баш. И LFS 101 тоже можете изучить там немножко баш. Не так много дается, но за бесплатно и уксус сладкий. Дальше, соответственно, у нас идет создание отказуточенных кластерных решений. Прекрасно. Ну и мониторинг оборудования сетевого, которое у нас применяется в нашей инфраструктуре. Соответственно, первое. Инженер Linux системы. То есть это дипломный проект. То есть где вот эти все курсы как раз входят. И постепенно, степ-бай-степ, вы все это изучаете. На сайте специалиста этот курс, безусловно, можно найти. Как раз инженер Linux системы. Здесь рассказывается, что вы получите после этого всего. Здесь преимущество какое? Во-первых, этого дипломного проекта. Это его стоимость дешевле. А второе преимущество как раз, почему специалисту нужно ходить на эти курсы. Почему именно у специалистов выбрать? Здесь эти курсы адаптированы под российскую реальность. То есть они, во-первых, преподаются на русском языке, что немаловажно. Потому что, например, те же самые курсы Майкрософта. Все материалы только на английском языке. Других вариантов нет. Но материалы-то здесь будут на русском. Но, естественно, администрировать вы будете на английском. Не без этого. К сожалению, русский язык для администрирования непригодный. В связи с тем, что вы хотите все-таки учиться. А большинство информации, все, что есть там по Линуксу, это все на иностранном языке нормально. Даже та же самая Астролинукс под капотом Debian пока что. Я думаю, что поскольку сейчас тоже есть проблемы будут с ядром Линукса, возможно, потихоньку ядро будет переписывать. Но насколько оно будет переписано, как это будет дальше развиваться, надо смотреть. Еще раз, сообщество, которое ядро развивает основное, оно гигантское. И оно развивается семимильными шагами. И здесь экономику выкинуть нельзя, к сожалению. Хотя сейчас российские компании очень сильно начали задумываться об экспорте программного обеспечения российского. Потому что у нас на самом деле есть, что экспортировать. Реально есть. Потому что тот же самый, например, госуслуги. Это прекрасно. И в Китае, и в России не очень сильно развиты. За рубежом очень сильно не развиты. Так что есть, чего у нас продать. У нас есть свой софт, тот же самый компания Компас прекрасный софт разработала. Но чтобы вы понимали, чтобы Компас стал конкурентным, он развивается уже более 12 лет. 12 лет на всякий случай. И он планомерно вытеснял автокад. Планомерно. И он его вытеснил. И сейчас многие российские компании сидят полностью на Компасе. Ну там, конечно, не все, не удалось еще пока до конца вытеснить. Их пока 3D-графика немножко уступает. Но совсем малость. Ну, например, тот же самый ANSYS, графический пакет вычисления Сопромата, увы, заменить в российском варианте нечем. Он только вышел, это российский аналог, в прошлом году. И он пока очень кашляющий. Поэтому говорю еще раз, переехать на российское ПО, это вопрос времени. Сейчас от вас, от системных администраторов, требуется изучение базисов, которые заложены непосредственно здесь. И, соответственно, уже быстро уметь настроить. Те же самые там DHCP-службы, DNS-службы, FTP-службы, службы аискази, имейла, телефонии. То есть сделать аутификации, какие только нужно. То есть все это уже настроить. Поднять серверы на Nginx или на Apache. Да, к сожалению, Nginx единственный вариант у нас. Но это, слава богу, Nginx российская разработка, Apache не российская. Поэтому многие сейчас компании в России разрабатывают на Nginx. Альтернативы докерам, к сожалению, в России пока ничего нет толком. Хотя там есть альтернативы у других компаний. То есть как бы докер не единственная технология. Но все же, я думаю, в ближайшее время что-то в этом плане должно измениться. Но опять же, докер это все-таки продукт на весь мир. А это 8 миллиардов. Для России с софтом есть один маленький нюанс, который нужно все равно учитывать. Это экономика. Та же самая китайская экономика. Там у них почти 2 миллиарда населения. То есть экономический внутренний потребитель очень высокий. Если взять Америку, 300 тысяч населения. Европа, 300 тысяч населения. Россия, 150 миллионов населения. Америка, Европа по 300 миллионов населения. Россия, 150 миллионов. Китай, 2 миллиарда. Китай может на внутреннем рынке прекрасно развиваться. Это его как раз плюс, почему он так сильно развивается. В России 140 миллионов маловато. Из них связанных с IT мало. Так что сейчас те компании, которые есть, там Астролинукс, Роса и прочие. Вопрос, что будет дальше. Мое мнение в этом плане, госсектор должен был вообще их все соединить в одну и быстро развивать один Линукс. Но это мое мнение. То, что сейчас у нас есть такая гигантская конкуренция по Линуксам, я считаю, это ничего хорошего на самом деле нет. На наше население 140 миллионов это довольно большое количество. Слишком много. Тем более в кризисных управлениях. Хорошо. Соответственно, вот можно выбрать эту программу и вполне адекватно проходить. Преимущество программы – универсальность. Универсальность. То есть после прохождения этих курсов вы будете универсальным специалистом на любую операционную систему. Здесь рассматриваются там и Центоси, и Федоры, и OpenSUSE, и Ubuntu, и Debian, и Vinda. То есть все вместе там строится. То есть есть и Windows компьютер рабочая станция, которая интегрируется, и Ubuntu рабочая станция, и сервер Debian. Все вместе. Есть альтернатива. То есть, собственно говоря, у нас есть курсы, именно посвященные непосредственно Астролинуксу. Вот они как раз тоже курсы у специалиста есть. Здесь тоже есть программа специалист по ОС Астролинуксу, где записаны. Вот они как раз курсы. 17.01.2.3.4.5 плюс почтовый сервер RuPost. Почтовый сервер RuPost – это тоже не самый лучший вариант. Сейчас у нас в основном внедряется российский аналог Communicate Gate Pro. Прекрасный тоже продукт. И здесь администрирование системы резервного копирования RuBackup. Это то, что с Астролинуксом. Это в основном можно для тех компаний, которые будут внедрять Астролинукс централизованно у себя, планомерно. И альтернативы, например, им не сильно нужны. То есть это как бы здесь рассматривается только Астра. Но еще раз. Например, если мы хотим взять просто интересный пример. Поднять радиус сервер. То радиус сервер – хорошее ПО, есть только нормальное на FreeBSD. То есть даже не Debian, это даже не Ubuntu, это даже не Астролинукс. Так что вы хотите, не хотите, все равно у вас будет пока что разношерстная, разная операционная система в рамках вашей сети. Поэтому только Астролинуксом вы не ограничитесь. У специалиста есть вот такой прекрасный путеводитель по Линуксу. Собственно говоря, инженер системы Линукса – это человек, который прошел 8 курсов. Здесь как раз можно посмотреть, что можно сделать. То есть, например, первый курс предлагается – это Рассити. Второй курс – это Линукс 1 администрирование. Можно, в принципе, по этой программе пройтись, посмотреть, что у нее внутри. Это базис. Вот здесь как раз полная математика по курсу есть. В общей сложности 9 курсов, 9 модулей. Видим, здесь как раз настройка тестирования сети. Безопасно здесь рассматривается. Пользовательское управление локальное, не централизованное. Там управление ПО, управление сервисами. Дальше, соответственно, можно ответвиться на Астериск. Кто хочет IP-телефонии заниматься. Астериск – прекрасное ПО. Никаких проблем в этом плане нет. Дальше, Линукс 2. Здесь изучается уже администрирование. Как раз там DHCP, DNS, HTTP-прокси, сервис точного времени, файловый сервер. То есть то, что нужно для работы. Сервис электронной почты. Можно посмотреть PostFix и прочие там пакетики. То есть тоже вполне такое адекватно. Дальше, соответственно, у нас Линукс 3. Ну, Линукс 3 – это вопрос философский на самом деле. Потому что это безопасность. И здесь рассматривается блок как раз. Параметры безопасности, защиты систем предприятия на уровне ООС, защиты сервисов предприятия. Не всегда этот курс необходим, например, в этом плане как третий курс. Его я бы на некоторых случаях брал бы последним. То есть как раз пока все прошли, и впоследок добиваем в этом плане как раз безопасность. Когда вы уже понимаете, что такое мониторинг, что такое резервное копирование, что такое ваши все сервисы, сверху уже как раз безопасность идеально ляжет в понимании всего этого процесса. Дальше, соответственно, у нас есть четвертый – это управление идентификацией и контролем доступа. Прекрасный тоже курс. Вон как раз можно здесь резервное предприятие. Современные механизмы аутентификации. ПАМ, НС, НС, аутентификация используется протокол Кербера, протокол LDAP, Сфера, Microsoft Active Directory интеграция. Ну, пока не без него. СССД технологии, самбо четвертое. То есть как бы нужные вещи. Здесь пятый, соответственно, это мониторинг Zabbix. Прекрасный тоже продукт, который можно применить для своих целей. Здесь как раз рассматривается полностью настройка Zabbix. Ну, здесь единственный момент, что здесь тоже рассматривается по дефолту. Что у вас будет на практике, будет намного сложнее. Не бывает так, чтобы мониторинг пошел всегда по прямой. Здесь на этом курсе, например, я рассказываю и методологии подхода к мониторингу в первую очередь. Потому что развернуть Zabbix – это не проблема. Настроить какой-нибудь айтем – не проблема. Добавить хост, развернуть агента – не проблема. Проблема в том, как это все сделать правильно. Не с точки зрения технической, а с точки зрения процесса. То есть мы должны понимать, для чего, почему, откуда, зачем, как добавлять, откуда взять информацию. Это как раз идеологические вещи рассказывать. Потому что внедряло и много сервис-десков. А сервис-деск – это всегда управление IT-сектором полное. Это управление инвентаризацией, управление мониторингом, управление жизненным циклом, управление бэкапом. В общем, все, что только нужно, сделано было. Мониторинг – это, конечно же, идет всегда от среды, что мы должны мониторить. Zabbix – не единственный вариант. Он может там с интегрированной, с PRTG-шкой интегрирован, со SCOM-ом интегрирован, там еще с чем-нибудь. Интеграции много. Еще раз, зоничный мониторинг – это просто один из инструментов, мы здесь рассматриваем. Денис, а можно вопрос? Да, конечно. А вот изучать Linux, вы сказали, можно самому. А вот, допустим, я прошел первый, а второй и там третий можно прямо изучать по программе курсов, которая есть у вас, да? Как-то так, да? Ну да, конечно. То есть, то, что можно пойти на Linux Foundation, то есть, есть как раз сайт Linux, в котором как раз официальные курсы Linux, они все на английском языке, правда? И там вот есть курсы, которые стоят 0 рублей. Прямо реально, 0 долларов написано. Пытаемся, конечно, их найти. Сейчас попробую найти, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Так, вот он, Training Linux Foundation. Вот он сайт. На курсе, на Linux первом и на курсе еще одном я полностью все рассказываю, показываю, каким всем пользоваться. Этот сайт показываю, прекрасный сайт. Вот здесь в общей сложности 153 курса. Вот они здесь, 153 курса по Linux, ну так, чтобы понимать. И, соответственно, здесь есть курсы платные, есть курсы бесплатные. Introduction Kubernetes. Вот 0 долларов. Спокойненько зашли, базовый курс, посмотрели. Потом пришли уже на специалист, немножко подготовленный, вам будет проще. Потому что здесь курсы у специалиста предполагают вашу уже немножко погруженность, чуть-чуть понимание, что это есть. Да, они с нуля идут, безусловно, но если у вас чуть-чуть базис есть, вам будет попроще. Просто проще будет делать лабораторные. Да, да, я просто имею в виду, что Linux 1 у меня есть, вот это как база, да, в принципе-то, и на основании этого можно как бы второй. Второй по программе курсы, то, что там у вас есть. Ну, а там какую вы литературу посоветуете по Linux для самостоятельного изучения? Вопрос очень сложный. Литература, которая была выпущена, она уже морально устарела. Свежая литература выходит нечасто. Понимаете, Linux очень сильно меняется. У него меняется все. Например, сидят, которые многие говорят. Linux файловая система X4. Сейчас ее заменяет BTRFS. То есть учебник, книга, которая была, там X4, а вы приходите, там у вас BTRFS, другая файловая система. Учебник нет. Я бы больше сказал в этом плане все-таки интернет, интернет и еще раз интернет. Читайте, смотрите. На курсах, например, по Linux, я бы сказал, что есть куча мероприятий, которые нужно смотреть, изучать. Linux это по большей степени все-таки самостоятельное обучение. Очень много самостоятельного обучения. Это курсы, на которые, например, вы приходите. Вы попросили специалисты на курсы. В чем преимущество курсов специалиста? Они по свежим версиям, по свежим технологиям. Все, что сейчас свежее есть, там рассказывается. Курсы специалистов, они постоянно адаптируются. Ну и курсы вот здесь, Linux Foundation, тоже постоянно адаптируется. Вот, пожалуйста, это бесплатный курс. Абсолютно. Ничего не стоит. Здесь как раз рассматриваются командные команды, файловые операторы, текстовые редакторы, нетворк-операторы. Вы его прослушаете и потом идете на Linux первой к специалисту, где вы как раз это все освежаете, расширяете, вам дают дополнительную информацию. А это для вас фундамент, который вы выстроили. Бесплатный. Например, здесь можно посмотреть курс для системных администраторов, но вы его не пойдете здесь со 100%. Здесь два курса для системных администраторов есть. Почему не пойдете, сейчас покажу. Это курс LFS 307 и LFS 311. Вот, возьмем 307. Вот, его стоимость официальная, чтобы вы понимали. Вот, почему тоже к специалисту нужно прийти. Посмотрите стоимость курса того же самого Linux 2. Вот этот Linux, это по факту Linux 2. Вот стоимость его официальная 3250 долларов. Вот так, на всякий случай. И вот такой же курс Linux 2, Linux 3, Linux 4, еще Linux 5, Linux 6 и Linux 7. Сверху вы накинете, и то не перекройте эту стоимость. То есть, вот эту стоимость вы купите весь пакет у специалиста из 7 курсов. Весь, полностью. Вот эти все курсы, вот это как раз 3200 долларов примерно и будет стоить. А здесь один курс. Один. Всего лишь один. А второй курс от 311. Он стоит... А, они уже убрали что ли его? Надо же, даже так уже. Заменили ведь на какой-то еще. Посмотрим, может что-то. Может я неправильно поиск сделал. А нет, вот там 311. Тоже 3250. То есть, чтобы стать сертифицированным специалистом по Linux, нужно пройти 307 и 311. В общей сложности 6500 долларов. Вот так вот. Из кармана выйдите и пройдите обучение. Недешевое действие. Вот даже, там, текстовый редактор ВИМ. 79 долларов. Официальный курс. Open Data Format. YAML. 79 долларов. Ну, здесь много курсов бесплатных, но они больше заточены на то, чтобы вас просто немножко погрузить. Вы на них сходите, а дальше welcome сюда. Соответственно, у специалиста есть такая программа. Вернемся сейчас обратно к... Как раз к плану нашего обучения. Так, где там у нас был плановое путешествие, да. Так что, да. Если первые прошли, дальше уже второй можете идти сюда же. Третий пройти. Ну, я говорю, третий. Вот добавили его третьим. Я бы добавил его, на самом деле, последним. Седьмым. Дальше, кстати, у нас есть управление идентификацией. Это хороший курс. То есть, уже централизованная аудификация пользователей в Linux. Прекрасно. Дальше у нас как раз видим пятый Zabbix. Шестой. Кластеры. Ну, я бы на самом деле Zabbix перетащил бы под безопасность, а вот кластеры бы чуть-чуть ниже. Просто мониторинг хорошо изучать тогда, когда все остальное ты уже изучил. Тогда, да. Как раз седьмой у них управление сетью на основе металлогии NetDevOps. Вот видим, курс немножко поменял название чуть-чуть. Так что хорошо. По окончанию каждого курса, видите, вы получите сертификат. Вот видите, тоже там у специалиста, то есть бумажка, которая вам поможет устроиться на работу. То есть, видим, инженер системы Linux. Пожалуйста, Linux 2. Сертифицированные инженеры по поддержке Linux. Debian 4. 4 курса. 5 курсов. 4 курса. 6 курсов. Ну, и, соответственно, линейка AstroLinux здесь тоже присутствует. То есть, специалист, сертифицированная компания по AstroLinux, и у нее сертифицированные тренера AstroLinux преподают. По окончанию вы тоже можете потом пойти сдать экзамены AstroLinux. И стать сертифицированными тренерами. Ой, не тренерами, а специалистами по AstroLinux. Тоже немаловажно. Потому что документы нам нужны. Документ нужен работодателю, чтобы проходили эти курсы, что вы являетесь специалистом сертифицированным. То есть, вам можно доверять систему. И, соответственно, сможете помочь с развитием ее, внедрением, поддержкой. Ну, естественно, немножко поучиться в практике. С книгами, к сожалению, еще раз. Печальная история. Все книги, которые есть, они все уже устарели. Здесь только интернет-помощь. И, соответственно, помощь сайты компании, которые выйдет. Например, на AstroLinux сходите. То же самое Postgre сайт идем. Там вся база знаний, она обновляется. Например, можно зайти на сайт Postgre. Там есть база данных по девятому Postgre, по десятому, по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, 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 пятнадцатый уже вышел. Там же у вас будет, получается, по AstroLinux 1.6, 1.7. И вот там берете, там инструкции довольно хорошие и сделаны в виде учебника. То есть, можно туда пойти и там книжку как раз как читать. Но, единственное, тут же нужно практиковаться. Открыли у себя AstroLinux, поставили. У них есть бесплатные лицензии. И пошли в них все делать. Это такие базовые вещи. По-другому никак. То есть, нужно просто выделить время и учиться. Либо второй вариант. Идете на курсы к специалисту. Здесь вам уже явно придется выбрать время. Благо, у специалиста есть несколько вариантов прохождения. Есть очное обучение. Есть вебинары. Есть открытое обучение. И есть свободное обучение. Выбирайте, которое вам будет проще. Открытое обучение вы смотрите видеозапись. То есть, например, если говорить вебинар и очное обучение, там тренер вам все рассказывает. Вы делаете лабораторные. У вас ограниченное время на лабораторную работу. У открытого обучения уже плюсы. В чем плюс? Первое. Вы учитесь в свободном, в принципе, графике. Да, у вас там пять дней, но есть полгода консультации у тренера. Видеоматериалы, они в виде записи. То есть, преподаватель, когда уже что-то записал курс, дальше вы смотрите веб-запись спокойненько и лабораторную делаете. Если есть вопросы, спрашивайте у преподавателя. Вы можете этот курс проходить уже в свободном графике. По свободней. И свободное обучение, это совсем как хотите. У вас есть полгода на прохождение курса. То есть, сделали лабораторную, прослушали один кусочек, потом написали тренеру, если какие-то вопросы возникают, он вам ответил. То есть, вариантов обучения у специалиста много. Выбирайте вот, который вам подойдет, который будет вам более удобный, гибкий. Но, конечно, рекомендация, курсы проходить все-таки не за полгода, а проходить примерно за недели две максимум. Потом, собственно говоря, через неделю, через две повторить повторно все лабораторные. Так вы сможете закрепить в голове. А лучше потом еще на третий раз. А лучше сразу в практику. То есть, все, что вы делаете в теории, тут же изучать на практике и применять на практике. Это более лучше закрепит всю эту информацию в вашей голове. Так работает система обучения. Можно в этом плане почувствовать в интернете, но это общие признаки. По-другому не получится. Просто поучили теорию, подделали один раз лабораторный, прошло полгода, все забылось. Если так смотреть на меня, я Linux начал изучать 20 лет, даже больше. 23 года назад. То есть, я первый курс по Linux. Там как раз еще были только FreeBSD. Там были просто ядро Linux. То есть, там вообще курс был очень базовый. То есть, у меня учебник лежит по этому Linux. Его сейчас берешь. Его даже применить нельзя. Там из него осталось только немножко команд по файловой системе. А все остальное практически уже другое. Ну, файловая система еще осталась. Там папочка BIN, что-нибудь еще. Конфигурационные файлы другие. Ядро другое. Настройка сети другая. То есть, все поменялось. Вообще, в корне все поменялось. Поэтому мой учебник по факту бесполезен. Там остались, например, управление Vim. Ну да, управление Vim, как были там быстрые клавиши Ctrl-A и все остальные. Да, они так и остались. Но другой-то софт развивался, изменялся. Поэтому учебники, книги почитать. Очень спорный вопрос. Лучше ходить, правда, на сайты разработчика. Того же самого RASI, RedOSI, Astralinux, Altlinux. Там довольно хорошие мануалы. Но это как раз преимущество Linux перед всеми остальными. У Linux очень хорошие мануалы. Ну, как бы людей приучили. Пишите мануалы, пишите хелпы. Правда, последнее, то, что я смотрю по софту, стало хуже. И мануалы стали похуже, и описание хелпа стало похуже. В общем, немножко есть просадка. Но все равно лучше, чем у остальных компаний. У той же самой IBM, у той же самой Amazon, Azure, Microsoft, у них материалы хуже в этом плане. Microsoft вообще за последние два года очень сильно, даже три года просел в обучении. Их курсы стали просто ужасные. И сейчас все курсы Microsoft вывозят только на тренере. Тренер обладает большим багажом знаний, практическим, теоретическим. И весь курс он на своих знаниях и вытягивает. Материалы Microsoft больше практически не пользуются популярностью у тренеров. Они нулевые для работы. Так что вот. Еще какие-нибудь вопросы, коллеги? Да, спасибо. Да, пожалуйста. Что мог, кто сказал? Действует инфинкеров. Идем на сайты. Еще какие-нибудь вопросы, коллеги? Мы и так у него уже 52 минуты. Вопросы в чат, можно голосом. Если вопросов нет, в чат пишите минус. Вот как раз это презентажка. Вопросы. Все, что нужно, я рассказал. Даже прошли на реальных данных. То есть даже не в презентации пошли. А по реальным данным мы все и пробежались полностью. Хорошо. Надеюсь, было полезно. Для себя что-то новое узнали. Обращайтесь в отделы продаж специалиста. Вас проконсультируют по курсам. Надеюсь, встретимся на следующих курсах. Курсов у специалиста много. Разных. Видим, как раз их большое количество. Как раз буквально на прошлой неделе мы обсуждали полностью обновление всей линейки. То есть все курсы, которые есть, сейчас будут заново переделываться. Да, запись, безусловно, Руслан останется. Мы уже записывали. Так что все будет выложено. И можно спокойненько все это будет посмотреть, пересмотреть. Также мне можно задавать вопросы. То есть на специалисте есть моя почта. Можете писать. Я на почту отвечаю. Единственное, отвечаю по вечерам. Либо там задержка может быть два дня. Курсов сейчас очень много. Линукс прям плотничком идет один за другим. Хорошо. Всем хорошего вечера. Всем до свидания. До новых встреч на курсах.